всем привет вы на канале с нами по пути мы находимся в городе чикаго соединенные штаты сегодня праздник день бургера до международный праздник представьте себе есть такой до последнее время мы много снимали показывали как мы едим бургеры но сегодня сам бог велел попробовать еще один и для этого мы пойдем легендарное хард-рок кафе итак мы сидим в кафе хард-рок мы выбрали его не случайно вообще бургер здесь очень много в сша мы захотели именно в это кафе потому что в том городе мы сейчас живем подгорицы в черногории тоже есть хард-рок кафе настоящий по лицензии все как полагается и мы читали отзывы о нем что он по качеству не совсем хард-рок не дотягивает бургеры и все такое хотя мне он очень нравится мне все было интересно чем он там не дотягивает на самом деле поэтому зашли мы сюда посмотреть чем отличается меню и вообще если какие-то различия вот мы посмотрели и сейчас сделали заказ мы классические я заказываю хайкари барбекю это такой бургер с жареным луком соус барбекю он в курсе знает такой сладковатый по вкусу в общем меню абсолютно то же самое по крайней мере по картинкам по наполненности даже в черногории чуть побольше больше там мексиканских блюд всякие старте ли здесь вообще мы этого не увидели ничего вот и черногории ценные в два раза ниже а также у нас черногории есть градация то есть вы можете не самый большой бургер который 1500 калорий а можете уменьшенный бургер и цена там его составит 6 евро по моему если мне память не изменяет а большого 12 евро а здесь только большой и он стоит 25 95 26 долларов и при этом еще будет примерно 18 процентов сверху если по курсу это все постарайтесь у нас 12 евро в деньгах наших будет здесь 24 евро бургер то есть в два раза дороже надеюсь что буду в два раза вкуснее принесли бургер принесли в такой тарелке кстати посуда точно такая же картофель у нас подают таких же баночках пробуем соус картофель в общем у нас подают таких же баночках с таким же соусом разницы я не вижу никакой но все-таки сравнивать мы будем бургер ой какая красная шпажка наверное красное сделано и чтобы я обратил на нее внимание я люблю с кровью так как-то мне оказалось два ножа почему-то пардон но понятно что с кровью невозможно фарс сделать запекается лишь не мясо вот но вообще для котлетки это которая заказала но реально фарш хороший я бы даже скажу что он реально помягче и повкусней чем черногории как-то он более тающий что ли у нас более чуть более какое-то такое мясо более плотные вот а здесь более воздушную я попробую с булочкой булочка такая же соус такой же лучок такой же фарш этот поинтереснее но сказать что этот круче особенно в два раза по цене я точно не могу и в черногории отличные бургеры в хард-рок кафе вот здесь чуточку чуточку я отдам первенство все-таки этому бургер но чуточку но не за в два раза не на 12 евро это точно вообще-то супер ешьте бургеры и будьте здоровыми и крепкими мы поели в кафе сейчас направляемся к месту где выставлено оригинальное мозаика марка шагала которую он сам создал когда был в чикаго в жил итак у нас заключительный день в чикаго сегодня светит солнце и погода просто отличная поэтому как всегда отправляемся осматривать лучшие и самые интересные места в городе и в нашем списке на сегодня таких мест 2 точнее это два пункта которые мы еще не выполнили один из них мозаика марка шагала 4 времени года а про второй мы расскажем чуть позже для того чтобы дойти до первой цели от нашего отеля потребовалось минут 25-30 и то это с учетом светофоров дело в том что наш отель находится практически на одной улице с мозаикой только с другой стороны реки поэтому идти нужно никуда не сворачивая а вообще расположение нашего отеля феликс оказалось отличным и если вы еще не видели отчет о нем то обязательно посмотрите в предыдущих выпусках вдруг пригодится мы нашли в мозаику которую создал марк шагал открыта она была в семьдесят четвертом году при поддержке института искусств чикаго и раньше она стояла прямо под открытым небом но постепенно из-за солнца и дождей мозаики начали портиться и отваливаться и и полностью отреставрировали и закрыли вот таким стеклянным куполом оставив при этом на улице чтобы любой житель и любой турист мог посмотреть на это произведение искусства и 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 а и в в час в и вот вы тоже если кто помнит такой фильм американский пирог. И мы сейчас пойдем в магазин и купим такое. Я видел есть вишня, есть яблоко. На внешний вид мне как-то с вишней больше понравилось. Поэтому сегодня мы едим американский пирог с вишней. Как вы уже поняли, вторым пунктом на сегодняшний день стал американский пирог. Но чтобы его съесть, необходимо его найти, а заодно еще и посмотреть на город. Мы сейчас стоим на мосту и слева от меня находится одно из зданий Трампа. Огромный стеклянный небоскреб, очень красивый. Обычно здания Трампа очень помпезные, золотые, яркие. Много деталей и элементов. Это одно из самых лаконичных. По реке ходит несметное количество речных трамвайчиков, которые проводят разные экскурсии. Просто обзорные, даже какие-то архитектурные экскурсии. Стоимость примерно начинается от 25 долларов. Мы решили оставить это развлечение на следующий раз. Ну, а вы можете попробовать. А для тех, кто предпочитает экстремальные экскурсии, можно попробовать плавиться по реке Чикаго на каяке. Смотрите. Это самый красивый магазин Apple из тех, что я видела. Но не то, чтобы я видела их слишком много, но этот самый красивый. У него три стены из стекла и прекрасный панорамный вид на реку. Очень красивый. Покупать в нем тоже суперудобно. Вот такой телефончик. Когда вы хотите что-то купить, вы просто просите, чтобы к вам подошли. Находите продавца. Их там очень много. Продавец подходит, вам все рассказывает. Вы выбираете. И тут же оплачиваете прямо на месте. Потому что у продавцов прямо к телефону пределом такой маленький, как маленький калькуляторик, кассовый аппарат. Туда прямо вставляется карточка. И все. Никуда идти не нужно. Пакетик достается откуда-то тоже из нижней тумбочки. И все на месте. Вы с покупкой. Быстрее, удобнее. Я тоже еще не встречала. Наконец, пройдя несколько заведений и не найдя в меню американского пирога, мы решили просто купить его в супермаркете и съесть в каком-нибудь ближайшем кафе. Взяли мы пирог вишневый в супермаркете. Ни разу не пробовали там выпечку. Вероятно, она должна быть восхитительная, потому что цены там просто волшебно высокие. Так, пробуем первый раз. Мы, кстати, забрались в Старбакс. Блестежащий от этого Волфут. Тут 300 метров. Шли мы, шли. Увидели Старбакс. Решили зайти и взять кофейку и поесть его пирогом. Итак, американский вишневый пирог. Очень, кстати, вкусный. Такой бабушкин пирог. Честно говоря, я себе вот как представлял его вкус, он таким и оказался. Мягким, сладким, вкусным, сочным. Сколько самодолб. Калорийным, наверное, невозможно. Ну, не больше, чем калорий в сахаре. Очень сладкий. Как будто такое тонкое, ну, средней толщины теста. Добавили такого варенья, больше такого желеобразного, что ли. Вот, и получается прекрасный вишневый пирог. Бабушка вишневый пирог. Даже мне кажется, такой вкус черешенки, что ли, с косточкой. Сейчас доведим его, пойдем в отель, собирать вещи. Завтра у нас перелет в United Airlines. Летим в Нью-Йорк. А пока будем отдыхать. Соберем виши и отдыхать. Спать. Спать. А на сегодня наш выпуск подошел к концу. А с ним и путешествие по Чикаго. И если вы еще не видели наших отчетов, то обязательно посмотрите. А в следующем выпуске мы расскажем, как добрались из Чикаго в Нью-Йорк. Расскажем про местный аэропорт, про авиакомпанию и про отель в аэропорту Джона Кеннеди. А пока подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и не пропустите новое видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok